Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня случилась чрезвычайная ситуация для биткоина. Как вы знаете, Джанет Йеллен это основной кандидат на пост головы казначейства США. Ни у кого не остается сомнений после того, как демократы выиграли выборы, что именно она возглавит казначейство. И сегодня она выступила с речью, в которой в том числе сказала, что биткоин и криптовалюты вызывают у нее большие сомнения и беспокойства. Ведь их используют террористы. Именно поэтому, говорит она, нам нужно срочно и быстро внедрять регулирование криптоактивов. И это абсолютно ужасно. Почему? Потому что на данный момент эта женщина самая сильная женская фигура в мире финансов. Также она является одной из сильнейших женщин в американском правительстве. Но я лично думаю, что она предвзято относится к биткоину. Посмотрите на ее лицо. Оно грустное и несчастное. И все из-за биткоина. Я задаюсь вопросом, а почему же она настроена против биткоина? Возможно, ей не понравился вот этот инцидент, который случился несколько лет назад. Она считает его унизительным для себя. Какой-то парень на фоне ее выступления показал постер с надписью «Купи биткоин». Я думаю, она ненавидит биткоин только лишь по личным причинам. Также хочу вам показать, что ее спонсируют банки. Да-да, ее речи стоят сотни тысяч долларов, которые оплачивают эти самые банки. Посмотрите на этот список. 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов. Это жестко. Я здесь вещаю абсолютно без спонсоров практически каждый день уже три года. Оказывается, вон какие деньги можно зарабатывать, когда твои спонсоры это Citibank, JP Morgan или Bank of America. Чего можно ожидать от человека, который спонсируется банками? Ну, явно небольшой и чистой любви к криптовалютам. Итак, Елен убеждена, что большинство транзакций биткоина, это очень важно, она именно так и сказала, большинство транзакций, связаны с нелегальной активностью. Например, финансирование терроризма и остальной бред, который они вспоминают, как только хотят критиковать биткоин. Давайте я покажу вам отрывок из ее интервью. На самом деле, шутки шутками, а ситуация-то серьезная, ведь она вместе с демократами, которые уже взяли власть в Соединенных Штатах, фактически, фактически становится одной из самых влиятельных женщин в правительстве. Особенно в свете того, что демократы контролируют все. Так что, если они захотят что-то сделать, они это сделают. Давайте послушаем. Криптовалюты вызывают особую озабоченность. Я думаю, что многие из них используются, по крайней мере, в смысле транзакций, в основном для незаконного финансирования. И я думаю, что нам действительно нужно изучить способы, которыми мы можем ограничить их использование и убедиться, что отмывание денег не происходит через эти каналы. Ограничить их использование. Женщина, которая возглавит казначейство США, хочет ограничить биткоин. Это раз. И второе, она говорит, транзакции используются в основном, то есть в большинстве своем. Но это тоже неправда и ложь. Например, некоторые исследования показывают, что криминальная активность на криптотранзакциях резко упала в 2020 году. Chain Analysis в отчете показывает, что в 2020 году активность криминалов в криптовалюте упала до 0,34%, или же всего 10 миллиардов из общего объема транзакций. Для примера, в 2019 году криминальная активность оценивалась в 21,4 миллиарда долларов на общем фоне криптовалютного рынка. То есть, Джанет говорит, что большинство транзакций в криптовалюте – это нелегальное финансирование. Основная часть криптотранзакций, по ее словам, это криминал. И она просто берет эту информацию откуда? Из воздуха? Она не использует какие-то данные или исследования, вообще ни на что не основывается. Она просто нагло врет. Всего лишь 0,34% от всех криптотранзакций связаны с криминалом. В реальности без криминальной активности не существует абсолютно ничего. Она будет везде. В новых технологиях, в деньгах, в долларе и так далее. Криминалы используют интернет, деньги, автомобили, булавки. Я уверен, какая-то часть булавок используется для того, чтобы вскрыть замок. Криминалы также пьют кофе. Срочно нужно запретить кофе, а то криминалы напьются его, и у них сразу появляется энергия для своих противозаконных действий. Короче говоря, в любой сфере всегда будет какая-то часть криминала. 0,34% в криптовалюте. Это очень мало и уж явно не большинство транзакций. Одной из причин, почему количество криминалов в криптовалютных транзакциях резко упало, заключается в том, что экономика криптовалюты в целом очень сильно выросла. Именно поэтому на фоне такой уже солидной экономики в триллион долларов, криминальная активность в 10 миллиардов долларов в процентном соотношении становится ничтожной. Биткоин становится таким большим, что порция криминала в нем на его фоне становится все меньше и меньше. В прошлом, когда биткоин был маленький, его капитализация была совершенно небольшой, криминалы занимали куда большую часть его транзакций. Понимаете логику? Чем больше капитализация биткоина, тем меньший процент занимает криминальные транзакции в нем. Ну и в других криптовалютах тоже. Chain Analysis также отмечает, что в 2020 году мошенничество было намного меньше, чем в 2019. Большинство мошенничества, связанного с криптовалютой, около 54% были связаны с Даркнетом. Короче, вы поняли, она говорит, что большинство транзакций в криптовалюте это криминал. 0,34% большинство. Но у нее есть личные причины занимать такую позицию. Мне было бы тоже неприятно, если бы я сотрудничал с банками, работал в традиционной финансовой сфере и кто-то вот так прикольнулся бы надо мной, когда меня показывают по телевизору. Откровенно говоря, поиздевался бы надо мной в прямом эфире. Да, в таком случае я бы тоже предвзято относился к биткоину и вообще к слову криптовалюта. Итак, ребята, я веду этот канал 3 года, фактически отказываясь от спонсоров и рекламодателей, которые на самом деле пишут мне практически каждый день. Потому что давайте будем откровенными. Там один скам, какие-то пирамиды. Зачем мне-то нужно за 200 долларов портить свою репутацию? А тем временем эта женщина получает сотни тысяч долларов от банков за свои выступления и речи. Давайте будем честными, если бы мне платили 100, 200, 300 тысяч долларов за одно выступление, я бы говорил от имени этих банков все что угодно, все что они захотели бы. Сомневаюсь, что и вы откажетесь от такого заманчивого предложения. К чему я веду? Что интерес Джанет это интересы банков и наоборот. Так что, возможно, если бы мы платили ей больше, она бы продвигала биткоин. Но, к сожалению, я не такой богатый, как банки. Итак, это медвежья сторона Джанет Йеллен, которая станет первой женщиной-секретарем казначейства США. Медвежья сторона для биткоина в том, что она хочет его фактически закрыть. Она выступает с такими речами, но еще даже не утверждена на новую должность. Хотя сегодня или завтра это должно случиться. Инаугурация Байдена, демократы и так далее. Короче говоря, начинается новая эра в США. Так вот, почему Джанет Йеллен, даже выступая против биткоина, в то же время является и позитивным моментом для биткоина? Почему это бычий сигнал? Она говорит, что им нужно действовать быстро и по-крупному. Она говорит, им нужно безотлагательно включать принтер и поддерживать свое население, которое страдает от пандемии. Она говорит, что прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на самом низком за всю историю уровне, самое разумное, что мы можем сделать, это действовать по-крупному. И теперь, когда демократы во власти, они действительно будут действовать по-крупному, и мы увидим все виды финансового стимулирования. Что же будут делать люди с этой финансовой помощью, только сошедшие с печатного станка? Первое, они купят акции Тесла, потому что Тесла это реально круто. И многие люди, которые не знакомые с фондовым рынком, почему-то покупают акции именно Теслы, как свои первые акции. Второе, они будут покупать Амазон, потому что говорят, что эта компания во времена пандемии чувствует себя лучше всех. И, наконец, они будут покупать биткоин. Ведь люди, которые вложили свой прошлый чек помощи в 1200 долларов в биткоин в марте прошлого года, когда он стоил 4000 долларов, сегодня уже имеют не 1200 долларов, а 11000 долларов. Затем со временем часть денег будет перетекать из биткоина в эфириум и другие альткоины. И это будут триллионы долларов. Демократы обещают напечатать 2-3 триллиона долларов. Это больше, чем рыночная капитализация биткоина, которая на данный момент составляет 733 миллиарда долларов. Так что я думаю, что эти новые, очень скорые финансовые влияния будут очень хороши для биткоина, да и для фондового рынка тоже. Итак, ребята, это самая большая, чрезвычайная ситуация в этом году. Джо Байден, Джанет Йеллен. Все они приходят в Белый дом, берут контроль и начинают печатать и действовать быстро и агрессивно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А закончить это видео я хочу следующим твитом. Или твитом, как правильно это вообще. В какой-то мере он и правда, и неправда одновременно. Американцы голосуют за пожилых людей. Возраст очень важен для понимания технологии, в частности биткоина. В какой-то мере, ребята, это неправда. Ведь, например, мой канал смотрят абсолютно разные поколения и даже люди старше 65 лет. Хотя их не так уж и много, но все равно это очень круто. Но с другой стороны, это правда. Нам нужно, чтобы пропасть между поколениями закрылась. Если вы не жили с интернетом, как вы его поймете? Если вы не жили с криптовалютой, как вы поймете биткоин? В этом большая проблема. Нами управляет поколение, которое жило совершенно не так, как живем мы. Во времена которого не было даже интернета. Но на самом деле в этом тоже есть свой плюс. Смена поколений. Когда придет поколение ко власти, прожившее с криптовалютами и понявшее, что такое биткоин, принятие криптовалют ускорится. В тысячи раз. В тысячи раз. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Это очень приятно на самом деле видеть 3000 лайков, 4000 лайков на видосе. Прям кайф. А также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Спасибо. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»